Представляю вашему вниманию Ивара Соне, экономиста из Эстонии. И сегодня мы поговорим о важных для Эстонии проблемах. И мой первый вопрос к вам, Ивар. Давайте сравним две модели, финскую и эстонскую. Две политико-экономические модели. Почему финская эффективна и устойчива, и почему от этой модели выигрывает все финское общество и эстонская модель? Какая она? И почему от этой модели выигрывает только небольшое круг людей, небольшое количество людей? Ну, вот элита, да? Как я понимаю, мы говорим в первую очередь о модели построения бизнеса, о моделях, которые как-то концентрируют какие-то ресурсы в чьих-то руках. Ну, здесь принципиальная разница, потому что, если мы посмотрим на построение общества, то, в принципе, финское общество, оно исходит из эгалитарного принципа. То есть, там вопрос в том, чтобы все люди имели достаточно, не то, что такое абсолютное уравнение всех и вся, но там уже думают больше о том, чтобы общество было таким гармоничным, чтобы не было чрезмерно бедных, чрезмерно богатых, чтобы, в принципе, все были довольны жизнью. И исходя из этого, уже общество стабильно, люди, нет смысла бунтовать, так сказать, нет смысла наезжать, у кого-то что-то отнимать. И из этого уже исходит также самая распространенная форма собственности в Финляндии. Ну, в принципе, можно назвать кооперативом. Он есть по своей идее кооператив, по-эстонски называемый хисту. Два вида в основном кооперативов, либо кооперативы потребителей, либо кооперативы производителей. Идея заключается в том, чтобы какой-то ресурс, он доставался всем. И здесь мы можем говорить о любом ресурсе, потому что идея кооператива – это не производить прибыль, чистую прибыль как таковую, так как членами или владельцами кооператива являются все люди, которые в него входят. То есть, если мы продаем услуги или товары с какой-то наценкой, то, в принципе, эта прибыль, которая возникает, мы отдаем обратно этим же членам кооперативов. То есть, здесь мы говорим уже о потребительских кооперативах, например, Эс-Рюфме, которая группа является одной из наиболее крупных таких групп в Финляндии. Ей принадлежат рестораны, например, Амарио, принадлежат магазины, продуктовые сети, Присма, принадлежат гостиничные сети, Сокос отели, они оперируют отелями радиационных в Финляндии и так далее. То есть, они довольно хорошо и вертикально, и горизонтально интегрированы, и потребители, потребляя продукции именно своей сети, они получают от этого какую-то выгоду. Либо деньги бонусами обратно, либо хорошие предложения. Есть такие же кооперативы производителей, например, K-Group в Финляндии, то есть, у них тоже точно так же есть и супермаркеты, и так далее. Но принцип кооперативный, точно так же кооперативный принцип построения финансовой системы, очень много кооперативных банков, самый крупный страховщик в Финляндии, это тоже кооператив. А сколько банков в Эстонии? А в Финляндии? Ну, в Финляндии там все-таки, я не могу сказать точное число, но это четырехзначное число. Если мы вот все эти кооперативные банки будем считать как отдельные единицы, ну, в Эстонии, конечно, намного меньше этого. Вместе с филиалами, если я не ошибаюсь, там больше 10, меньше 20. Где-то вот такая цифра. Теперь об эстонской системе... А в Финляндии это где-то 3000 банков? Ну, около того, да, говорят, что там примерно. Ну, сколько точно сказать, сейчас затрудняюсь, точную цифру назвать. В Эстонии таких кооперативных банков, они сейчас создаются, есть пыхиарестиральную виситу, есть еще, ну, на создании вот создается тайлингский как бы такой банк, он еще тоже в процессе ждет разрешения финансовой инспекции, но основная форма собственности это все-таки общество с ограниченной ответственностью, ОСАЮГИНГ, либо это уже акционерное общество, акция СЭЦ. У нас тоже есть там, да, ТУЛУНДУСЮГИСТУ, это кооперативная форма, есть другие формы, но они менее популярны все-таки. Что происходит обычно в таких акционерных обществах? Есть определенный круг акционеров, и, в принципе, прибыль является той целью, из-за чего акционеры туда свои деньги вкладывают. То есть цель предприятия – производить прибыль. Это основное. И здесь вот разница в чем? Если в Финляндии вы не можете стать даже постоянным клиентом вот той же самой сети супермаркетов или гипермаркетов «Призмы», не будучи собственником, то есть там и ответственность собственника, и право собственника получать прибыль, они идут вместе, то в Эстонии эти дела абсолютно не связаны. Вы можете быть клиентом, например, нашей национальной сети «Сельвер», у вас есть карточка партнера, вы получаете 1% скидку, накапливаете деньги, но вся прибыль, которую вы генерируете, она не возвращается вам на карточку, а она идет, канализируется, в принципе, акционерами. И вот здесь основная такая разница между действием экономики финской и экономики эстонской, потому что если пустить количество денег в оборот в Эстонии, выдать гражданской зарплаты, все равно как, то довольно быстро это все канализируется через прибыль очень ограниченному кругу людей. В Финляндии это будет прокручиваться намного дольше, то есть экономический фактор, экономическая составляющая влияния, она будет идти намного дольше, потому что это будет идти, допустим, даже в те же самые магазины, будет возвращаться в виде бонусов и зарплат людям, будет еще раз возвращаться. То есть здесь мы видим абсолютно другую логику, другое влияние. Это вот основная такая разница. Да, и вот эти деньги, которые канализируются в Эстонии, они попадают в частные руки, и потом один человек или акционерное общество, несколько людей, они их в принципе могут вывести из страны, правильно? Да, это дальше уже вопрос собственника, что он с этими деньгами делает. Он может на них купить очередную яхту, купить самолет, но очень часто эти деньги вывозятся за границу. Либо в силу того, что эстонский рынок маленький, инвестиции здесь уже не всегда целесообразны, развернуться есть где-то там в России, на Украине, где-то еще. Эти деньги просто вывозятся. Либо закупаются такие товары, которые в принципе в Эстонии не производятся, там автомобиль подороже. Да, там был Мерседес, купили Бентли. Вот опять деньги куда-то утекли. То есть эта модель, на самом деле, она больше работает на расслоении. Потому что всегда, мы говорим о таком соотношении, всегда владелец становится богаче, и рабочие, обычно работники становятся, ну не то что беднее, но их богатство не так быстро растет. В Финляндии модель работает, ну, уравниловка или уравнение, это не с очень хорошим таким привкусом слова, но в принципе на равенство больше. Там такая социальная модель, чтобы всем было хорошо. Средняя прослойка общества была очень стабильной, очень сильной, а вот этих крайностей было как можно меньше. Если мы говорим вот о среднем, то даже посмотреть среднюю зарплату в Эстонии где-то 75%, это порядка 3-4 части населения, на самом деле получает меньше средней зарплаты. И это уже показывает эту динамику. Тогда расскажите, пожалуйста, что такое средняя зарплата, и почему в принципе ее расчеты не имеют никакого смысла для понимания экономики и того, что происходит в стране, и реального уровня дохода. Да, на самом деле средняя зарплата это как средняя температура по больнице. Она всегда где-то в пределах нормы, потому что есть больные с высокой температурой, есть вообще там товарищи в морге, у которых температура примерно как в окружающей среде. То есть средняя температура, она где-то всегда в норме. Поэтому вот средняя, математических средних есть несколько. Если мы возьмем медианную зарплату, вот она как раз в сравнении с арифметической средней и медианной, вот она и дает понятие уже о том, равномерно это все распределено или нет. И в Эстонии они не совпадают. То есть в Эстонии график примерно такой, с длинным хвостом направо, как мы говорим. Очень много людей получают маленькую зарплату и некоторые получают большую. Ну, приведем пример. Это обусловлено также экономической структурой, также формой собственности акционерного общества. Естественно, владелец, он хочет себе кусочек побольше. И также тем, что в Эстонии очень много предприятий, у которых добавочная стоимость, вот эта ценность, производимая здесь, которую мы зачастую называем эффективностью, так как она измеряется в денежном эквиваленте, она довольно низка. Например, разные заводы, собирающие что-то из компонентов, субподрядчики. Наш самый крупный экспортер в Эстонии, Ericsson, например, они делают, в общем, электронику производят. И, скажем так, приведем простой пример. Если на заводе работает 9 рабочих с зарплатой в 500 евро, и один директор с зарплатой, там, скажем, 5 тысяч, это все суммируется, чтобы получить среднюю арифметическую зарплату. И получается, что зарплата у нас 9 умножить на 500 евро, получается 4,5 тысячи, плюс еще 5 тысяч с одного директора. Итого 9,5 тысячи. Делим на десятилетий человек, получается средняя зарплата уже 950 евро. На самом деле не соответствует действительности ни с одной, ни с другой стороны. Это два раза больше, чем получают рабочие, пять раз меньше, чем получают директоры. То есть, кто на такую зарплату работает, непонятно. Если мы говорим о зарплате и вообще о, так сказать, о расслоении общества, надо говорить, в принципе, либо о медианной зарплате, но это тоже один индикатор, одна цифра, которая, в принципе, дает понимание, сколько людей получают меньше этой суммы и сколько людей получают больше. Насколько меньше, насколько больше, мы тоже этого еще не знаем. Но стоит посмотреть на децилы. Децилы – это процентные промежутки по 10%, сколько получает каждый этот промежуток, какая там, либо средняя, либо медианная. Там уже разброс не такой большой, если удобнее смотреть среднюю, в принципе, можно, хотя правильнее всегда медианная. И это уже говорит о том, какие реальные доходы населения на данный момент имеются. То есть это, по сути, вот в Эстонии создана такая модель цивилизованного рабства, да? Ну, в принципе, весь капитализм называют цивилизованным рабством. Рабством, как сказать, то, что работает на расслоении, это в основном всегда ставит большинство в какую-то зависимость. Чем больше вот большинство внизу, как раз я это большинство имею в виду, как в данном случае в Эстонии, там, три четверти получают меньше средней зарплаты, то это очень часто ставит людей в прямую финансовую зависимость, зависимость от работодателя, да? То есть здесь уже какое-то поведение, которое не совсем там, ну, даже объединение профсоюзы, что в Эстонии, опять-таки по сравнению с Финляндией, в Эстонии профсоюзов практически нет. Хотя, ну, де юре они существуют, де факто никакой силы они не имеют. В Германии, в Финляндии, в цивилизованных странах профсоюзы очень сильные. То есть если кто-то еще посмеет объединиться, что-то еще возражать, то есть сразу это вопрос о работе. Точно так же зависимость от банков, потому что при таких уровнях доходов, естественно, люди либо они не сводят концы с концами, ну, либо если большие покупки, там, захотелось купить автомобиль, квартиру не снимать, арендовать все время, а накопилось, допустим, какими-то методами на первый взнос, 40% стоимости, скажем, хотят купить, то это прямая зависимость от банков. Опять, особо возникать нельзя, рисковать доходом, потому что, если что, банк отберет квартиру. И так далее, и так далее. Вот эту зависимость, которая возникает в результате расстояния, ее и называют, на самом деле, вот этим экономическим рабством. Это такой термин, не только применим к Эстонии, это, в принципе, ну, о всей современной экономике. Но об этом ли мечтали эстонцы, получая независимость? Вот. И почему именно такая модель сформировалась, а не финская или там голландская? Ну, здесь, на самом деле, причин несколько. Причины исторические, потому что вот всегда надо рассматривать то, что получается, в свете того, какая была цель. Цель была получить независимость и в том числе разрушить старую модель, где все было... Ну, колхоз, это, в принципе, и есть коллективное хозяйство, это, как бы, такой кооперативчик. Да? Исторически эстонцы всегда, ну, не всегда, но большинство того времени, сколько мы помним Эстонию и эстонцев вообще, они были под кем-то. Под поляками, под немцами, под датчанами, под шведами, под Россией, под... В общем, кому не лень, всегда были здесь, в Эстонии, хозяевами. И для эстонцев, на самом деле, вот собственность, то, что он собственник, это ему принадлежит, это очень важно. Уже по культуре, потому что, когда вот было время крепостных крестьян, ну, в принципе, жилье не принадлежало, там, рабочие инструменты не принадлежали, лошадь, скотина не принадлежала. Ну, крестьянину принадлежала, может быть, ложка и там пару одежек, да, так сказать. Поэтому эстонцы зачастую склонны, как и все народы, которые, вот у которых происходит резкие изменения, вот, скажем, развал Советского Союза, переход в самостоятельность, независимость, с точки зрения развитых стран, не всегда рациональные решения. Этого даже требовать, на самом деле, много, потому что, ну, нету привычки, нету культуры, как у нас говорят, что нету практики независимости, то есть мы не умеем еще правильно управлять теми инструментами демократии, экономики, вот что у нас есть. Мы только учимся. И поэтому, если мы посмотрим на поведение, вот я упомянул жилье, вот то же самое, ну, Канада, страна номер один в мире по вообще качеству жизни, она по индексу ООН, то выходит на первое место, но на второе. Люди не покупают жилье, они мобильны, они арендуют. Есть даже такое понятие, как, ну, в общем, 1 июня, вернее, простите, 30 июня, 1 июля, когда заканчиваются договора арендные, весь город переезжает. Не достать грузовых такси, потому что все грузят свою мебель, переезжают на новое место жительства. Там либо надоело в старом, либо там могут заплатить побольше, либо поменяли работу поближе к работе. Очень мобильное общество. Точно так же в Германии. Если вы хотите, чтобы вам выплачивали определенные пособия, владеть квартирой или домом очень невыгодно. Ну, это не рационально. А тут куда переезжать? Здесь же Таллинн все стягивает, все рабочие силы. Опять можно арендовать, но арендовать как-то, ну, это не свое. И вот люди покупают, они влезают в долги. Ну, в некотором смысле это, да, рационально, потому что, что платить процент банку, что платить аренду. Ну, в конце концов, квартира тебе остается. Но опять-таки, это ответственность перед банком. Аренду закончил, переехал обратно к родителям, к друзьям, к жене и так далее. Или в другую страну. Да, гибкость выше. А здесь еще квартира, еще не оплаченная. Половина принадлежит банку, половина тебе. Это заложенная, в принципе, ипотека. И что делать дальше? Ну, банк ее продает, там уже с молотка по какой-то заниженной цене, теряешь деньги. Ну, не совсем европейцы смотрят, что это всегда рационально. Ну, это исходит из культуры, из каких-то глубинных убеждений. Вот по истории. Ну, вторая причина, почему это, конечно, так случилось, то, что в советское время это действительно была тоже эгалитарная система. Чуть по-другому, чем в Финляндии, но все-таки колхозы это близко к тем же кооперативам. И всегда то, откуда уходят, откуда выходят, это самое страшное. Вышли из крепостного права, обратно не хотим. Вышли из Советского Союза, не дай бог. И надо разрушить все структуры, которые функционировали там. Не всегда это опять целесообразно, потому что иногда, ну, они же тоже не на пустом месте строились, там логика своя была. И, в принципе, кооператив это то, чем пугают. Точно так же профсоюз это то, чем пугают людей, потому что говорят, это же Советский Союз, куда вы лезете, зачем это надо. Ну, по большому счету, жилищные товарищества, это тоже кооперативы. Но, тем не менее, они как-то существуют в Эстонии. Это форма управления своим коллективным жильем. И в этом смысле, тут причин несколько, почему вот такого кооперативного устройства боятся. С другой стороны, экономическая структура, созданная на данный момент, она тоже не совсем этому способствует, чтобы создавать уже там кооперативы и вот эту уравнивающую систему. Потому что ясно то, что в такие турбулентные периоды, как был период распада Советского Союза, всегда происходит резкое перераспределение капитала. То есть, кому-то достается куски побольше, лакомые куски, кому-то достается поменьше, кому-то достается, ну, вообще, дырка-бублика. И теперь, смотрим, что сделали владельцы, которым достался бублик. Они этот бублик быстро перепродали, большинство из них. И теперь, ну, банковская система, в Эстонии вся шведская, Светбанк, ССБ, они, в принципе, это большинство рынка за ними. Остальные, Нордеа, Данская банк, такие банки поменьше, они тоже не местного происхождения. То есть, местных банков, там, ну, 10% не наберется, то есть, этого объема баланса. Естественно, шведы не придут предлагать, ну, хотите, возьмите банк, сделайте его кооперативным. Варианта как бы нет. То есть, собственники, которые уже имеют, они заинтересованы, чтобы деньги оттуда шли постоянным потоком. И поэтому сейчас менять на кооперативы, да, делаются кооперативные банки. Вот на днях, позавчера, объявили, что наш самый большой потребительский кооператив, Коуп, который пережил и советский период, и первую эстонскую республику, и вторую эстонскую республику, теперь переживает, он купил кредитный банк и собирается, как бы, делать вот такой, ну, кооперативный банк. Ну, как говорится, по-живому видим, начало положено. В этом смысле, это инициатива хорошая. Ну, вот, обобщив это все, в принципе, экономическая структура, традиции, история, убеждения, ценности, вот этот индивидуализм яркий, все остальное, они не способствуют. Сейчас, на данном этапе, возникновению кооперативов в Эстонии. А какую роль, вот, в изменении этой ситуации могли бы сыграть политики, к примеру? От них же многое зависит. Мы знаем, что банки часто оперируют вот этими государственными деньгами, правильно? И вот эти шведские там и прочие. И, наверное, государство могло бы эти деньги передать тому же кооперативному банку. Да, если мы говорим уже здесь о госрасходах, где государство хранит свои деньги, которые поступают там от налогов, пошлин, каких-то других операций. Ну, естественно, государство, в первую очередь, оно смотрит банки понадежнее, покрупнее, потому что здесь мы говорим о деньгах налогоплательщиков, это риск. Вопрос в риске. То есть, риск надо уменьшать, поэтому государство обычно не держит деньги в одном банке, распределяет по разным счетам. например, когда вы платите налоги или какие-то госпошлины, сборы, то всегда идете на страницу Министерства финансов, смотрите, какие там есть счета, и обычно вы видите четыре счета. Есть счет в банке, в себе, обязательно, это как бы два крупнейших банка. Обычно еще идет счет Нордея и счет в Данске. Это четыре банка, которые как бы в основном используются государством. Мы не говорим тут о госпредприятиях, у которых самостоятельные счета, они самостоятельно принимают решение, куда эти деньги кому отдавать. В этом смысле вот в данном списке мы не увидели ни одного эстонского банка. Да нету ни кредитного банка, нету ни таллиннского бизнес-банка. То есть они маленькие, государство не всегда туда хочет эти деньги вкладывать. ЛХВ нету, нету ни Биг-банка, нету. Ну в общем как-то мимо это все идет. Естественно, чтобы поддержать банковскую систему, государство могло бы эти деньги пускать через местные банки, в том числе через кооперативные. Но это опять-таки с другой стороны вопрос надежности. Если банк лопнет, банк маленький, то унесет и государственные средства. Но если КООП пережил там... Да, вот если КООП грамотно разрулит теперь эту систему кредитного банка, тогда почему бы нет? Я не вижу такого огромного риска, чтобы государство не могло какую-то часть или хотя бы дать людям выбор. Потому что когда мы оплачиваем госпошлины, у нас всегда есть выбор. Человек обычно выбирает свой банк, это дешевле всего делает перевод, быстрее всего перевод доходит. Вот иногда это время критичное, да, такое, что нам сидим у нотариуса, покупаем квартиру, нам надо перевести, чтобы сразу было отображено. Тогда перевод из одного в другой банк обычно занимает несколько часов, внутри банка это довольно быстро. Вопрос минут. И человек делает на свой банковский счет. Если будет выбор, что сделать на счет КОП банка, кредитного банка, то почему бы и нет? Уже потихоньку начали приходить дополнительные средства.